Привет всем, друзья! С вами Мистер Чир. Мы продолжаем играть в NHL 18 за Илюху Сорокина. Играем с Каролиной. Погнали! Ну что, играем на выезде. Соперник будет на нас прям жестко мотивирован при своих трибунах. Ну а нам нужно не терять нашу победную серию. Маршан на Бержерона. Бержерон! 1-0. Вот это вот начало. Нежданчик. Неплохо. Неплохо. Можно сказать, уже потеряли шайбу, но здесь вот такая вот распасовочка от Маршанда и Бержерона привела к заброшенной шайбе. Ничего не мог сделать Галкипер. Есть выигранное вбрасывание. Маковой. Бросок. Галкипер. Ну погнали реализовывать. Есть выигранное вбрасывание. Миллер. Хороший перевод! И можно было бы быстрее реагировать на передачу и бросать по пустым воротам. Но замедлил Белейский с этим броском. Белейский на спунера. Белейский долго думает. Не выбросили. Не выбросили Каролина шайбу из зоны. Крэйчи! Шайба в воротах. 2-0. Реализация большинства на уровне в последних играх. Дэвид Крэйчи. 26-й гол в этом сезоне. В большинстве бе. По нашим воротам еще не было несено ни одного броска. Поэтому я не буду радоваться. Потому что первый же бросок может оказаться голевым. И мы будем уже плакать то, что уже сократили счет. Игроки команды Каролина. Но мы надеемся на то, что мы сегодня будем сейвить как боженьки. Скинер! А вот второй бросок оказался голевым. Игроки команды Каролина сократили счет, как я и говорил. 2-1. Доразг. Давайте вот посмотрим и повторим. Мы отбили шайбу. Сразу же вроде бы переместились на то, чтобы сейвить эту. И нас переиграли. Белейский. Вот он выпад. Игрока на пятак. И всего лишь штанга. Бросок в дальний угол мимо. Линкаль. Воу. Беккес. Беккес. Но здесь было легко голкиперов засейвить. Маршант. Передача. Еще один бросочек. Маковой. Маршант. Беккес. Передача на пятак. Наша шайба. Забирай. Вперед, вперед, вперед. От паста можно было вперед отдать. Зачем одному лететь? Марков. Хорошая передача. Подбросочек. Пастернак не забрасывает. Бержерон. Передача на Пастернака. И Пастернак пытался головой, как в футболе, эту шайбу загнать в ворота. Не получилось почему-то. Терравайниан. Закрыли. Передача на Спунера. Спунер. Бросок в ближний угол. Шайба в воротах. 3-1. 3 минуты до конца. Счет 3-1. До конца первого периода. Напоминаю. 23-й гол в этом сезоне у Спунера. Ну, хорошо. Хорошо. Шайба зашла. Крэйчи, Спунер. Передача неплохая на Белеське. И счет 4-1. Ну, это какой-то разрыв. Это какой-то разрыв. Во втором периоде будет, мне кажется, для Каролины. Каролина будет нас гнать. А пока только для нас. Мы прям сегодня в угаре. Готовы прям лететь. И девятую победу подряд делать. Тачит шайбу на пятак. Карл Сан. Собирай. Карл Сан. Последние секунды. Хиларик. Кому это была передача? Все. Заканчивается у нас первый период. Счет 4-1. Неплохо смотримся. По статистике 14-6 по броскам. Перебросал. Перебросал Бостон Каролину. Красавцы. Пастернак. Передача. И пятая шайба в воротах. Бержерон, что ли, там подставил клюшку и шайба оказалась в воротах? Что ли так? Да, Бержерон забрасывает. Боросал вроде Маковый. Да, вот, смотрите. Бросает Маковый. Да, там подставляет клюшку Бержеру, но шайба и так бы залетала, мне кажется. Давайте посмотрим на повторе. Залетала ли там шайба в ворота? Мне кажется, что шайба уже была почти в воротах и Бержерон просто подставил клюшку. А нет, шайба летела мимо. Шайба летела мимо, Бержерон поставил клюшку и делает счет 5-1. Замена воротаря в начале второго периода. Дэл. Встает в раму. Не пошла игра. Не пошла игра у воротаря Каролины. Но посмотрим, что будет во втором периоде творить Каролина. Закрыли ближний угол. Зашел в зону. Пас на Маршан. Да, и на добивании. Нет, Бержерон не успевает к этой шайбе. Передача неплохая под бросочек. Скинер в зоне. Скинер бросок. Забрали шайбу. И дубль. Прям дубле там залетели шайбы. В виде игроков в наши ворота. Шайба в воротах. Не успели мы среагировать на эту шайбу. 5-2. Джастин Виллевс. Привет. Ну, неплохо он попал. Сложно было эту шайбу затащить. Но шанс был. Вот если посмотреть на повторе, то буквально там миллиметров не хватило, чтобы засеять эту шайбу. Видите, блинчик почти-почти эту шайбу вытащил. Вообще просто сантиметры. Ну что, 5-2. Крэйчи. Макуэй. Ух, какая хорошая передача. Закрыли. Ну что мы... Крёбанная игра. Опять мы застряли просто. Джордан встал. Ну давайте посмотрим на это повтор. Отбили и всё. И всё. И просто встали. Как меня бесит это в этой игре. Просто сели и сидим. И просто дёргаемся. Просто как инвалиды. Жуков. Засейвили. Забрали. Нет, вот сейчас только забрали. Хорошая передача. И хороший силовой. Отфлюри. Закрыли. Скинер. Закрыть. Раз. Скинер. Забрать. Велям за ворота. Встал. Да что ты будешь делать. Меня обманул сейчас. Я думал, он покатится обратно. И я начал перемещаться. И... В этот момент. Джордан встал. Забросил ближний укол. Смотрите на повторе. Вот здесь я начал обратно. И в этот момент он выкатился. Сколько же я ошибок делаю? Вот честно я для себя не могу понять, сколько нужно игр отыграть в НХЛ-ку за воротаря, чтобы прям играть и не делать ошибки. Ну или как говорится, ошибки не делают только роботы. Я вроде не робот пока. Встал. Ох, в дальний угол. Сейчас бы если бы я отбил... Там в пустые ворота добили. Маршант. Хорошая передача на Пастернака. А как Дел через Пастернака взял эту шайбу? Скажите мне повтор, пожалуйста. Как Дел через Пастернака забрал эту шайбу? Вот он, Пастернак. Лег на эту шайбу. Каким образом? Каким образом? Игра. Каким образом он забрал эту шайбу? Шайба у него в ловушке, пацаны. Шайба у него в ловушке. Каким образом? Она была вот здесь. И потом оказалась в ловушке. Ну как это может быть? Вон она, шайба в ловушке. Вон она, видите ее? Вон она лежит. Просто телепортация шайбы через игрока. Маркаф. 7 секунд. Маршант. Фолк. Ну что, мы выиграем этот период, конечно. Но... Мы пропускали очень много. Очень много мы пропускали. Вообще, они должны были пропускать как минимум две шайбы. Но пропустили. Маркаф в зоне. Нужно расположиться. Пас на Маршан. Да, Маршан. Просто осталось попасть. Маковой. Бержерон на Пастернака. Пастернак. За воротами выкатится сейчас. Будет передача на Бержерона. Бержерон хэттрик не хочет делать. Маркаф. Бержерон попадает в Маршан, да. Ахо. Закрыли. Ну где шайба-то? Забрали. Ух. Аккуратно. Хорошая передача на Бержерона. Ну, переиграйте Дейла. Ближний угол с неудобной забрось. И Рямс. Что это было сейчас? Удаление? Ух ты, блин. Не успел укатиться. И гол. Что нужно и сейчас сделать. Миллер. Маршант. Миллер. Карло. Бержерон. Передача на Пастернака. Маршант. Бержерон. Хэттрик. 6-4. Поздравляем Бержерона с хэттриком. Молодец. С дальнего пятачка Дейлу положил эту шайбу. Лейво. Задумался парень. Макуэйд. И на добивании пустых ворот тайне попадаем в створ. А вот сейчас мы попляшем. Лейво зачем было удаляться. Сам ошибся еще потом удалился. Ахо. Закрыли. Аккуратно. Ну быстрее перемещайся. То ли мы опять там зависли. То ли что. Но почему-то очень медленно он переместился в этот угол. Я видел этот бросок. И я уже перемещался. Яков Славин. Давайте посмотрим на повторе. Что там было с нами. Стоп. А зачем он? Зачем он дёрнул? Да. Он просто стоял. Хочу повтор еще раз посмотреть. Да. Мы опять зависли там. Передача. И просто стоим. Просто стоим. Ничего не делаем. Правильно? А зачем? Это вообще просто меня бесит в этой игре. Я не понимаю, как вот с такими вот багами, когда ты зависаешь, можно еще что-то сделать. Пастернак. Хороший финт. Джорджес. Ближний угол. Маршан. Пастернак. Фух. 4.40. Передача отличная. 7.5. Фух. Андрей Марков. 4.40. 4.40. 4.40. Но зато очень важный гол. Джорджес. Джорджес. Бакуэйт. Подпор от Ватрано. Бэкес. Лейвок. Дэл вот не ловит шайбу. Видите, да? Все равно у него не хватает чего-то, чтобы ловить эти шайбы прямо в ловушку. Засевили. Мимо. Маршант. Пастернак. Маршант. Бросает сам. Мимо ворот. Бержерон. Против троих борьба. Бержерон. Пастернак. Просток. Шаг в воротах. 8.5. Какой результативный хоккей. Но самое главное то, что это получается уже девятая победа... Побед... Девятый победный матч. Господи, заговариваюсь уже. Девятый победный матч. И... Пока мы поднимаемся все выше и выше в таблице, хоть и оценки наши падают. Ну... Слава богу, команда заиграла. Последние 20 секунд. Засейвили. Бержерон. Бержерон. Покер. 9.5. Какой же результативный хоккей, а? Результативный. Просто жесть. Четвертый гол сегодня. 28-й гол в сезоне. Вот это унизили, как говорится, при своих трибунах Каролину. Ну что, всех с победой. С девятой победой подряд. Давайте посмотрим на статистику. Ну, значит, на тройку, да, мы отыграли. Сейвы. Было очень мало бросков. Да и... И зависание. Немножечко нам подкосили стату. 20 сейвов всего лишь. Из 25 бросков. Это очень мало. Очень мало. Увидимся с вами в следующей серии. Вот они все звезды. Стал. Вильямс и Бержером, конечно же, на первом. Увидимся с вами уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчики. Не пропускайте видосики, ведь они каждый день. Пока.